Второй матч сегодняшнего вечера откроет нам пару молодых людей. Шона Маккалли и Эрика Полсона. Вот кто участники следующего боя. Оба они боксеры. Мы предвкушаем матч, который будет идти стоя, в отличие от первого матча. Рэй Мансини, великий боксер прошлого Шона Маккалли. Его область деятельности, область экспертизы это бокс. А Эрик лучше всего себя чувствует в стиле Джун Сан. Посмотрим на самый интересный профиль, описание молодого Шона Маккалли и его любопытный способ тренировок. Это Шон Маккалли. Боец Мултай из Оранж, Калифорния. Вы бы это сразу поняли по одному взгляду. Но Шон отчаянно борется со временем. Боксер тайландского бокса, силы которого во всем мире известны. Его вес соревновали их 160 фунтов. Но поскольку сама структура применяет открытый вес, Маккалли пришлось добавить 25 фунтов мышцы в 180-футовой комплекции всего за 8 недель. Его шкала тренировок, его расписание больше похожа на пытку. В общем, вы сами это видите. Мне пришлось сжечь множество калорий, съесть много пищи, очень упорно тренироваться, как обычно. Я много занимаюсь со штангой, но мне пришлось нарастить свои усилия специально к этому турниру. Основная моя забота – это недостаток веса при ведении боя на земле, в портере. В моем бою я уделяю много внимания физической подготовке. Я не хочу думать о том, что кто-нибудь другой способен меня победить во время тренировки. Даже если он достигнет своей цели 185 фунтов, Шон будет бороться, чтобы догнать своих противников, где средний вес равен 210 фунтам. В событии мирового значения промежуток в 25 фунтов может быть шириной примерно с Великий Каньон. Шон Маккали находится сейчас в стране гигантов, но иногда динамит поступает маленькими порциями. Шон Маккали – округ Орэндж, Калифорния. Вне всякого сомнения, Шон Маккали в хорошей физической форме. Он много времени проводил, поднимая тяжести, и довольно много времени застали. Весьма внушительная фигура. Стиль его мутай и нечто из западного бокса. Я хочу вас спросить, что значит лишний вес для боксера? Каждый раз боксер с толстеющей замедляется. В этом случае Шон достаточно легкий. Конечно, некоторые дополнительные калории ему пришлось принять, но я думаю, это пошло только на пользу. Это мы еще увидим. А сейчас мы посмотрим, как следует на его противника, Эрика Полсона. Эрик Полсон практикует Джен Фан, оригинальное искусство, которое прославил Брюс Ли, недавно усопший. Эрик исключительно сведущий в филиппинских системах борьбы и в джиу-джитсу. Уроженец Лос-Анджелеса Эрик номер один в легком весе японской ассоциации шут-рестлинга. Где он не был побежден с 1992 года. Для этого события мне нужно быть гораздо агрессивнее, гораздо злее и сделать одно – победить. В дополнение к карьере боксера Эрик применяет свой опыт в Голливуде, где часто он исполняет обязанности каскадера. Эрик Полсон, Лос-Анджелес, Калифорния. Эрик Полсон вообще-то был во второй в дополнительной цепи соревнований, но получил статус основного участника соревнований, и он весьма доволен. Он победил уже двоих в этом соревновании, включая первого Бена Драйкерса. Мы уже упоминали опыт знаменитого Брюса Ли, его дисциплину, и то, что он является чемпионом в легком весе японской федерации шут-рестлинга. Это немало. Спросим, что вы думаете. Как вы думаете, будут ли проблемы длинные волосы? Я думаю, да, потому что, если бы волосы мешались, это совершенно точно было бы недостатком. Хотя посмотрим. Посмотрим на цифровые данные. Явного преимущества нет, хотя я бы сказал, это весьма разные спортсмены. 185 фунтов и тот и другой. Явного встречи. Продолжение следует... This 29-year-old, 6-foot-tall and weighed in at 185 pounds, he is currently undefeated and the number-one-ranked light heavyweight Japanese shoe wrestler contender, introducing Eric Paulson. Come here. Come here, buddy. Okay, I have to remind you. Two minutes on the ground, no submission. 22 minutes match. Good luck. Back to the corner. Back to the corner. Tom, this has the possibility of being one of the best matches of the evening. They look very evenly matched. Very evenly. But I tell you something, Paulson's got a longer reach time. Yeah, I am. Yeah, I am. Yeah, I am. Yeah, I am. 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 1982. This is a big deal. I don't care about it. There are no questions about it. But to stop, you have to get something to do. And I don't think that people must come back up. You need to talk about your style. Yes, we have to fight the Kopala. вам пришлось бы импровизировать. Постричься нужно было совершенно точно. Это никак не идет на пользу Эрику Полсона. Что касается Полсона, вы видите, что примерно 35 секунд в левом углу осталось. Сисл Пипл скоро придется, ему придется вмешаться в код поединка и поднять его. Чем скорее, тем лучше для Полсона. Совершенно верно. Смотрите. Опыт, опыт и еще раз опыт. Может быть, он человек опытный, этот Полсон, но он открылся. А помните, бой нельзя закончить сдачей. Эрик Полсон должен был перекатиться, чтобы закрыться. Он этого не сделал. Теперь он придется встать. У Полсона преимущества не было, но таковы правила. Эрик Полсон с красной полоской на трусах. Вот следует удары ногой. Удар вперед, что на МакКолли. У меня такое ощущение, что МакКолли, возможно, потратил много сил на земле. И сейчас он выглядит несколько усталым. Да. Соревнования здесь в основном идут на выдержку, на выносливость. Тут, может сказать, опыт. Пока что побеждала молодость МакКолли, но можно победить и опыт. Неизбежно, когда человек сильно побит, возникает вопрос, скоро ли он оправится. И кажется, что Полсон достаточно оправится. Если тело у него физической формы, достаточно хорошо оправится. Но некоторые удары по голове и по туловище были весьма ощутимыми. Полсон явно опытнее, когда бой идет в стоячем положении. Видимо, его лишние нескольких дюймов могут сказаться в этом отношении. МакКолли, который находится в захвате, сейчас с трудом дышит. Это заметно со стороны. Полсону следует делать вот что. Следует избежать перехода боя в партнер. Полсон начинает использовать колени, расставив локси в стороны. Шан МакКолли сейчас поплатился за то, что он неопытен. Повернулся спиной, что могло быть очень опасным. Вы слышали, как люди кричат, сдаваться нельзя. Матч не может окончиться сдачей от удышающего или болевого приема. Как вы видите, Полсон теперь взял ход турнира в свои руки. Перейдя в удобную для него позицию. Если он не прикончит его здесь, оба спортсмена очень измотраны. Я думаю, Полсон сейчас нанесет несколько последних ударов. МакКоллум не делает ничего. Он просто пытается защититься. Ему нужно встать. Ему нужно что-то сделать. Эрик Полсон только что выбил у МакКоллума его резинку для зубов. Вот мы видим камеру, лежащую на уровне Мата. Мы видим уровень агрессии. Совершенно очевидно, что Полсон ведет в этом поединке. Матч прошел на абсолютно разных скоростях. Первая и вторая половина. Так оно и произошло. Матч прошел на уровне МакКоллума его резинку для зубов. И вы были правы. Да, вы можете видеть. Я думаю, Полсон сейчас вполне мог бы победить. Как видите, он уставал. Но к тому времени МакКолли находился в позиции, когда он не мог использовать силу в верхней части туловища. Он лежал на мате. Перейдя в эту позицию, он не смог воспользоваться физической силой. Это его и подвело. Но если вы обратили внимание, было интересно. Когда они пожали руки впоследствии, Полсон вернул ему резинку, которая лежала на полу. Замечательный турнир, несмотря на всю агрессию. Отличный дух соперничества. Ранее казалось, что МакКолли ведет. В этом нет сомнений. МакКолли, как видите, в отличной физической форме, напорист, но его отсутствие опыта подвело. Полсон оказался более сильным. Вы ранее говорили, опыт Полсона скачивается потом. Я думаю, в определенный момент это стало очевидным. МакКолли тоже стало очевидным, что Полсон дает ему сдачу. В любом виде боевых искусств, будь это бокс, восточное, или западное, или азиатское искусство, опыт всегда важнее. У Полсона было хорошее преимущество. Он засвалил МакКолли, МакКолли не знал, что ему делать, повернулся спиной. Совершенно очевидно, что это была самая крупная ошибка, приведшая к быстрому окончанию боя. Я думаю, не последнюю роль в проигрыше МакКоллима сыграла усталость. Очень было видно, что в конце боя сказалась неопытность ведения боя МакКоллима на земле. Посмотрим, что решит наш судья. Джон Хиггинс объявляет. Леди и джентльмены, победитель первого боя в категории боксеров со временем 5 минут 17 секунд. Бой произошел с дачей из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Эрик Полсон. Два жителя Лос-Анджелеса приехали на самую северную-северную Каролину, чтобы разобраться. Скажите, как? Это был без всякого сомнения самый напряженный бой. 5 минут 17 секунд. Эффект разорвавшейся бомбы. Я устал просто смотреть. Боксерские поединки ограничены 3 минутами. Здесь было 5 минут 17 секунд. Весьма злобный бой, и я рад, что я сижу по другую сторону ринга. Было очевидно, как кончится бой в первые 2 минуты, но отдадим должное Полсону. Это школа Брюссу Ли, школа Чуфан Лини. Он сильно... сильный спортсмен, хорошо подготовленный, и его состояние сказалось. Отдадим должное Полсону. Это человек, который весьма вынослив. Его сильно побили, однако он успел еще встать и дать сдачу. Главное сделать работу до конца, использовать все свои ресурсы, напряжься, просто добиться своего. Итак, Ричард сейчас разговаривает с истощенным победителем. Эрик, результат победы, но я думаю, что вначале у вас были определенные трудности. Может быть, вас удивила ярость его на атаке, или что-то в этом роде. он достаточно силен, когда бой идет в вертикальном положении. Я ушел в защиту, в конце концов оказался на земле, я занял неудачную позицию, я пытался украниться, но удары его были весьма сильными. Я сам пытался свалить его несколько раз, потом уходил в защиту, а когда мы встали во второй раз, я наконец встал в свою самую любимую позицию и выиграл в результате. Но он очень хороший спортсмен. Такой вопрос. Скажите, руки у вас без перчаток. Руки у вас, наверное, сильно болят после навесения такого количества ударов. Как вы чувствуете себя? У вас ждет еще один матч в таком состоянии, как вы находитесь сейчас. Я уж не говорю о том, что вам навесили несколько ударов по голове. Несколько секунд мне нужно, чтобы прийти в себя. Вообще-то, я достаточно привык к таким вещам. Я не знаю, каков будет следующий противник. Может быть, будет вести хороший бой на земле. Кто его знает? Но что касается кикбоксинга, я в основном тренировался на бой стоя. Посмотрим, что будет в следующем бою, потому что я никогда еще не убеждал с дачей в портале. Что ж, поздравляю вас, посмотрим. Передаю вам микрофон. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.